Сунька, куня, карифан. Вряд ли эти слова не поймет дальневосточник и особенно приморец. Соскучившийся по приграничным поездкам жители нашего края, среди которых наш корреспондент с таковидным энтузиазмом, в 4-5 утра ждут заветный автобус, чтобы через пару часов дороги вновь сказать нихао китайским пограничникам. Пройти наши пункты пропуск – это маленькая часть героического квеста туристов. Самое сложное и долгое в китайском терминале. Визы могут оформляться по несколько часов, но туристы терпеливо ждут. Наконец выносят заветные документы. Люди быстро выстраиваются в очередь, проверка паспорта, взгляд в камеру и здравствуй, наконец, Поднебесная. Короткая поездка в гостиницу, заселение и, конечно же, в Чуфаньку. Многие, в отличие от магазинов, остались на плаву и готовы подарить данным гостям незабываемый аромат китайской кухни. А потом на площадь наблюдать, как представители этой жизнерадостной нации гуляют, танцуют и наслаждаются жизнью. Туристы, у которых остались силы после прохождения границы, занимаются шопингом, активно торгуясь. В этом плане в Суфаньхэ ничего не изменилось. Пока закрыта знаменитая подземка, но многие маленькие магазинчики уже ожили и ждут своих покупателей. Переход границы в обратном направлении прошел у нашей группы как по маслу. Автобус веселым водителем повез переодевшихся, объевшихся, а главное, получивших заряд положительной энергии, приморцев в сторону любимого города. Анна Дьякова, Олег Завялов. Новости на восьмом. Анна Дьякова, Олег Завялов. Новости на восьмом.